Скажите, пожалуйста, сегодня ожидается принятие так называемого антипалаточного законопроекта во втором чтении. Как вы лично оцениваете вероятность того, что его все-таки примут окончательно? Смотрите, во время Майдана в Украине в январе Янукович принял точно такой же закон. Против Палата, против Динамика, против Сен и там тоже санкция была как бы идентична, как сейчас парламент Грузии хочется принять. 15 дней без лотари, еще там штрафы и так далее. Поэтому мы как бы еще и, например, Запад, говорят уже, что, например, власти Грузии стали на путь Януковича. Поэтому мы тут сейчас стоим, мы хотим как бы сказать всем, что это еще один шаг в Россию и против Запада. Насколько я понимаю, с момента внесения этого законопроекта и до конца третьего чтения, которое пока еще не произошло, пройдет всего там неделю или 10 дней. Максимум неделю или 10 дней. Да, это очень ускоренное законодательство. Салькатова в Украине, знаете, Янукович тоже там хотел, чтобы все было ускорено и против процедур в РАДе. Они там просто подняли руки и сказали, что мы за этот закон, мы хотим принять его. Ну, поэтому мы говорим, что это как бы пророссийское правительство и на путь Януковича. А насколько сильным ударом по грузинской оппозиции будет принятие этого законопроекта? Насколько часто палатки и небольшие сцены реально использовались на митингах и акциях протеста? Смотрите, нас не однажды арестовали из-за палаток, из-за сцен, из-за динамиков и так далее. Ну, как в режимах, знаете, поэтому это, ну, они хотят, чтобы как бы формализировать все это. Потом они скажут, смотри, тут все написано, это закон, мы как бы, мы все делаем по закону. И все должны помнить, что в СССР тоже всех там расстреляли по закону, да, и поэтому мы все это говорим. Если у диктатуры есть закон, все это, закон как бы диктатурный, и Запад в то время об Украине, те законы, которые Янукович принял против протестов, которые сейчас хотят принять в Грузии и принимают уже, процесс идет, Запад назвал эти законы как бы законы диктатуры. И поэтому они даже сказали, что уже диктатура оформлена в Украине. В Грузии, как ты сказал? Да, в Украине тогда, но наша власть должна помнить, что после принятия этого закона, после двух месяцев Янукович бежал в Украину, ну, знаете, концовка у всех одна.